Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем разговор начатый в предыдущих роликах о реактивном движении и в особенности в ролике загадки Сегнерова колеса, который теперь имеет номер один. Если вы этот ролик не видели, то его желательно посмотреть, потому что то, что я сейчас буду говорить, непосредственно продолжает как сказанное в предыдущем ролике, так и те вопросы, которые мне задавали зрители. А именно, я продолжал утверждать, что рассчитывать реактивное движение можно двумя способами, как по импульсу, который уносит реактивная струя, так и по не скомпенсированному давлению, ну условно говоря, в камере из которой эта струя вылетает. И зрители в вопросах к этому ролику спрашивали, а как вы сможете рассчитать все по давлению, если ситуация выглядит так, имеется цилиндрический бак, в котором давление создается гидростатически, а к нему вот так припаяны две трубки наискость. И многим казалось, что здесь они меня поймали и расчета уже произвести нельзя. Но это не так. И сейчас я покажу, как производится. Ну не сам расчет, потому что считать надо в программе, значит там интегрировать и прочее, и прочее. А в чем идейная основа этого расчета состоит и самого эффекта? Ну смотрите, когда жидкость уже летит по трубке. Здесь, конечно, она уже набрала полностью свою скорость, она вылетает дальше, и давление на стенке внутри трубки, ну вообще говоря, если мы пренебрегаем эффектами вязкости, то оно просто равно атмосферному. С другой стороны, вот здесь в камере давление вдали от трубки гидростатическое, потоками жидкости можно пренебрегать. Ну и вообще даже это не важно. Важно то, что если камера круглая, то все стрелочки сил давления направлены перпендикулярно стенке камеры, то есть по радиусу. И нигде на круглых участках силы, которые приложены к стенке, не могут раскручивать вот эту банку. Спрашивается, а где же происходит раскрутка? Где те нескомпенсированные силы, которые раскручивают банку? А эти силы мы увидим, если спросим себя, а как происходит втекание жидкости в трубку? А втекание в эту трубку происходит несимметрично. И вот в этой области на входе жидкость еще не набрала той полной скорости, которая будет у нее на выходе. Все еще здесь гидростатическое давление, здесь давление близкое к атмосферному, но здесь плюс атмосферное, конечно, то, что внутри, а здесь атмосферное. И эта разность давлений загоняет жидкость в трубку, разгоняет ее. Раз она ее разгоняет, то по принципу Бернули, чем больше скорость, тем меньше давление. Вот здесь давление уже упало до атмосферного, а вот здесь, в этой области на стенках, оно еще не упало. И вот здесь, в этом месте, есть вот такая, ну так же так, условно скажем, нескомпенсированная сила давления, приложенная к вот этому участку трубки. Ну и на другой стороне такая сила тоже имеется. Ну и не вдаваясь в дальнейшие тонкости, что происходит чуть-чуть вот здесь дальше в трубке, мы можем сказать, что именно вот эти две силы, нескомпенсированные, и раскручивают банку, ну в том самом направлении, куда ее положено раскручивать, если глядеть на вылетающие из банки реактивные струи. Вот это и есть решение задачи на качественном уровне. И спасибо вам большое за внимание. Спасибо.